Девушки отдыхают Шандала отлетели, не воспевать же в самом деле, как закрапленную статью побили Джонсона шандалом. Нет воздуха в всем мире малом. По значению шандал это устаревшее название тяжелого подсвечника, обычно на несколько свечей. У Александра Пушкина в повести «Выстрел» офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Конец стата. У Антона Погорельского в «Черной курице» зало это освещено было такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые. Слово шандал древнерусское, заимствовано из тюркского, в котором изначально было шам-дан, и образовано путем сложения шам, что переводится как свеча, и дан в местилище. Позже трансформировалось в шандал. Считается, что и глагол разговорно сниженной лексики шандрахнуть произошел от шандала. «Шандрахнуть, значит, ударить неожиданно изо всех сил. Можно, кстати, в значении выпить». «Я выдохнул», признается герой Эдуарда Володарского в романе «Дневник самоубийцы», и шандрахнул весь фужер в один прием. В доказательство родства этих слов приводится тот факт, что в старые времена, как правило, в процессе азартных игр данный предмет часто становился последним аргументом. В потасовках, шулерами и прочими нечистыми на руку игроками. Да и у Набокова, как вы помните, побили Джонсона шандалом. В повседневной жизни и не только в давней эпохе, из-за широкого распространения подсвечников, быту часто попадался под руку разгоряченную домочадцам и гостям, становясь при этом оружием ударно-дробящего действия. А в упоминаемом у Набокова же пианоло под сукном – это вообще механическая пианино. Разновидность пианино – автоматический струнно-клавишный музыкальный инструмент. Его еще иногда называют пианино-проигрывателем, то есть самоиграющим пианино, содержащим пневматический или электромеханический механизм, который управляет действием пианино с помощью запрограммированной музыки. Помните неоконченную пьесу для механического пианино Никиты Михалкова? Так вот это и есть пианоло. Ее еще иногда называют заводным пианино, как у Бориса Поплавского. Вращается трактирщица душа, трясется заводное пианино. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok